24 июня 2014 года российский президент Владимир Путин был с рабочим визитом в Вене. Клад и Фау присутствовала для вас на пресс-конференции, проходящей в этих рамках. Глава российского государства ещё раз продемонстрировал, что Россия не заинтересована в войне с Украиной и сделал ясный знак деэскалации. Непосредственно перед своим прибытием в Вену Путин послал Российскому Совету Федерации письмо. С содержанием письма была просьба к Совету отменить его полномочия, которые ему было предоставлено во время кризиса в Крыму, чтобы в случае необходимости иметь возможность с ведением войск вмешаться в конфликт с соседней страной. Вооруженные силы не использовали. Более того, мы даже не превысили численность вооруженных сил России в Крыму, предусмотренных международным договором. И в этом смысле президент России и не воспользовался данным ему Верхней Палатой Парламенту правом. Да, я не буду скрывать, я уже об этом говорил. Мы использовали наши вооруженные формирования для того, чтобы обеспечить свободу воли. С чем это связано? Во-первых, с тем, что получено такое разрешение и моя просьба дать такое разрешение. В то же время Путин подверг критике стремления украинского правительства к миру как недостаточный и потребовал, чтобы словам следовали действия. Того, что до сих пор сделано, недостаточно для того, чтобы добиться действительно выхода из кризиса. Потому что сказать только, что мы останавливаем боевые действия на 7 дней, а кто за 7 дней не разоружится, будет уничтожен, это не путь к миру. Но это все-таки важный шаг в нужном направлении. Мы надеемся, что, а, будет продлено перемирие в восточной части Украины, тем более, что радикальные силы в виде правого сектора и других радикалов не разоружены до сих пор, хотя многократно об этом говорили и обещали, что эти незаконные, по сути дела, формирования сложат оружие. Они оружие не сложили, даже Майдан до сих пор не освободили. Требовать в этих условиях сдачи оружия со стороны ополченцев просто, на мой взгляд, бессмысленно, потому что они, вспоминая то, что произошло в Одессе, отвечают, мы сегодня сложим оружие, а завтра на всех сожгут заживо. Но предложение перемирия и начало переговоров – это, безусловно, правильное предложение. Заключительное утверждение ясно показало, что Путин не был и не является заинтересован так называемым присоединением Восточной Украины. Он видит возможность успешного мирного процесса в том случае, если украинское правительство действительно осуществит требования населения. Необходимо, чтобы правительство услышало крик народа о большем самоопределении. Они будут гарантированы в своих правах, о которых я уже сказал. Но отмена этого... Дамы и господа, теперь будет видно, действительно ли украинское правительство в состоянии принять во внимание желание своих южно-восточных регионов, или же найдется причина ввести в исполнение план Б, которым угрожал Порошенко, полное военное наступление на Донбасс. Клат и Фау уже пришли сообщения и фотоматериал, свидетельствующие о перемещении украинской тяжелой военной техники на восток страны. И это во время объявленного перемирия. Может быть, эта пауза была лишь игрой на время, чтобы основательно подготовить план Б. Остается лишь надеяться, что новые старания Путина для восстановления мира принесут плод. Доброго вечера.